Реформация Римско-католической церкви, случившаяся в 16 веке, породила новое ответвление христианства – протестантизм. Инициатором реформации стал немец Мартин Лютер, составивший 95 тезисов об истинном христианстве. В самом протестантизме за долгое время возникло множество ответвлений. Например, протестантами считаются лютеране, кальвинисты, англикане, баптисты, пятидесятники, адвентисты. Но всех их роднит одно – принципиальные отличия их веры от веры католиков и православных. Первый раскол церквей в христианстве произошел в 1054 году. Тогда христианская церковь разделилась на православную и римско-католическую. А в 16 веке случилось еще одно разделение, и ее инициатором стал член ордена августинцев Мартин Лютер. Долгое время он наблюдал за непотребными, по его мнению, вещами, которыми занимались католические священники. Осудил он и торговлю индульгенциями, не побоявшись открыто высказать свое мнение. Лютер написал 95 тезисов, где утверждал, что господство религиозной доктрины когда-нибудь погубит веру. За это папа Лев X предал Мартина Лютера анафеме и отлучил от церкви. Но к тому времени у Лютера уже было достаточно последователей, принявших протестантизм. Людям пришлось по нраву утверждения Лютера, что священники не должны торговать отпущением грехов, стремясь к обогащению и власти. К тому же Мартин объявил, что единственный путь спасения своей души для христианина – это его вера, дарованная Богом. А еще священники, по мнению Лютера, не являлись необходимыми посредниками между человеком и Богом, так как человек спасает душу свою через веру, а не через церковь. Впоследствии учения Мартина Лютера распространились во многих странах. И верования, и церковные обряды протестантской церкви отличны от православной и католической церкви. Основные отличия протестантства от других направлений христианства. Протестантизм считается одним из основных направлений христианства, при этом не считаясь ортодоксальной религией. В протестантской церкви нет единого главы, в то время как у католиков есть Папа Римский. Католичество базируется на священном предании и священном писании. У православных же авторитетом являются священное писание и труды святых отцов. А в протестантской церкви признается лишь Библия. Для православных христиан Бог един в трех лицах – Боге Отце, Боге Сыне и Боге Святом Духе. Католики же верят, что Святой Дух исходит как от Бога Отца, так и от Бога Сына. В протестантизме же принят общехристианский символ веры. Последователи протестантской церкви ходят в храмы и молитвенные дома, а также их собрания могут проходить и в обычном сарае, где, в отличие от католических и православных церквей, нет икон. Встречаются только изображения креста. Отсутствуют у протестантов и культ Девы Марии, в то время как православные и католики почитают ее. Святым в протестантской церкви тоже не молятся. А в православной и католической церкви им возносят молитвы как заступникам перед Богом. Еще одно отличие этих христианских вероисповеданий состоит в отношении к церковным таинствам. В православии и католичестве семь церковных таинств, а в протестантизме всего два – крещение и причащение. А последнее носит только чисто символический смысл. При этом детей во младенчестве протестанты не крестят. Исповеди в протестантской церкви также не считаются обязательными, как и отпущение грехов. Отвергают протестанты и христианское учение о мытарствах и чистилище. Православные же верят, что душа умершего проходит испытания после смерти, а католики – что душа попадает в чистилище, где освобождается от грехов. Сегодня во всем мире насчитывается около 800 миллионов протестантов, что составляет 37% от всех христиан. А в России к протестантской церкви принадлежат свыше 2,5 миллионов верующих.